Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Каковы итоги лицензирования управляющих компаний? Как продвигается капитальный ремонт многоквартирных домов? И что приводит к росту квартплаты? Об этом говорим сегодня и в нашей студии. Председатель комиссии по ЖКХ общественной палаты Самарской области Виктор Часовских. И ваши вопросы задавайте, как всегда, по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Виктор Иванович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие итоги лично вы можете провести после такого первого этапа лицензирования управляющих компаний? Какая картина вырисовывается? Больше к позитиву? Самый главный итог, я думаю, что лицензирование в Самарской области прошло. Это самое главное. Основная масса управляющих компаний, которые заявились на процесс лицензирования, не получили лицензии. У нас 207 управляющих компаний получили лицензии, и 29, это порядка 12%, не получили лицензии. Вот судьба вот этих 12% какая? У них есть шанс на повторное лицензирование, попытка? У них есть два пути решения этой проблемы. Первое – исправить то, что они наделали неправильно, и по новой подать заявление. И второй путь – это обжаловать суд решение лицензионной комиссии, если они считают, что мы незаконно приняли такое решение. Вот вчера министр ЖКХ Михаил Мень тоже подвел итоги лицензирования и назвал основную причину отказа выдачи лицензии – не раскрытие информации о своей деятельности. Скажите, в нашей области такая же картина или у нас своя специфика? Нет, она одна у всех, по всей России. Почему? Потому что там два критерия существует, на основании которых лицензионная комиссия может отказать в выдаче лицензии. Это неполные сведения, которые представила управляющая компания, и второе – это неполное раскрытие стандартов информации. Все. Больше никаких критериев для того, чтобы дать или не дать лицензию управляющей компании по закону нет. И сейчас, кстати, один из этапов, который мы прошли сейчас, как раз говорит о том, что мы, как члены лицензионной комиссии, уже подготовили поправки в тот закон, который сейчас существует. Это жилищный кодекс Российской Федерации. И в Самарской губернской думе вот в середине апреля месяца, мая, вернее, месяца, извините, я докладывал итоги деятельности лицензионной комиссии, как являюсь председателем этой комиссии, и предложение по совершенствованию законодательства. На сегодня получается интересная картина, что вот отказать в выдаче лицензии мы не имеем права, если управляющая компания вообще не работает. Плохо работает, отротительно работает. Мы учитываем все эти мнения. Вот прежде чем принять решение, мы заслушиваем, каково мнение по деятельности этой управляющей компании администрации города. Каково мнение депутатов. Каково мнение общественности. Каково вообще, каков посыл самих жителей, их отношение к этой управляющей компании. Но все это принимаем, но если они подали все документы и раскрыли стандарты информации, мы просто не имеем права отказать им. Понятно. Тем не менее, тем не менее, вот лицензионная комиссия пошла на то, что вот есть такие управляющие компании, я думаю, всем они известны, которые не получили лицензию сейчас. Когда мы сказали, нет, ребята, извините, даже при всем том, что вы предоставили полностью все документы, мы все равно вам отказываем. Идите, обжалуйте в суд. Понятно. Но у вас есть право лишить управляющую компанию право управлять каким-то домом. Нет. Нет. Как нет? Лицензионная комиссия выдает лицензию на право управления всеми домами. Всеми? Либо нет. Вот буквально и вы, по-моему, про это говорили, что если в течение года компания совершила два административных нарушения, зафиксированных судом, то она лишается права управления домом. Это другой вопрос. Это несколько не так. Смысл в чем? Что вот они сейчас получили лицензию. Получить лицензию в принципе не сложно, будем так говорить. Не сложно. Но гораздо сложнее будет удержать эту лицензию. Почему? Потому что вот к этой лицензии прикладывается реестр домов, которые обслуживает управляющая компания. Там 100 домов, 3 дома, 50 домов, неважно. Вот если по каждому дому будет получено два предписания, ГЖИ выписывает предписание, то есть вы пожаловались, у вас течет крыша. А управляющая компания должна что? Исправить. ГЖИ выписывает ей предписание. В течение там 30 дней исправить. Раньше они, управляющие компании, в принципе шли на то, что пойдут заплатят штраф. Но не будут делать эту крышу, потому что это дорого. Легче заплатить штраф. Сейчас, если они не сделают эту работу, они получают первое замечание по этому дому. Если не сделают второе предписание, которое поступило, второе замечание, этот дом изымается из этой управляющей компании, из этого реестра. И вот когда в течение года таких домов, изъятых управляющей компанией, будет более 15% по площадям, то тогда ставится вопрос о лишении этой управляющей компании лицензии вообще. Но для дома это тоже не решение вопроса, потому что жителям нужно срочно искать какую-то другую управляющую компанию, еще что-то делать. Это тоже как-то вот не... Ну, поймите правильно, на то и мы собственники, что мы должны какие-то решения принимать. Потому что мы сейчас привыкли, что за нас кто-то решает. И в данном случае за нас будут решать. Если мы не примем решение, вот сейчас управляющие компании не получили лицензию, да? Каков порядок дальнейших действий? Государственная жилищная инспекция уведомляет орган местного самоправления о том, что данная управляющая компания не получила лицензию. Город или орган местного самоправления обязан предупредить всех жителей, собственников тех домов, которые она обслуживает. Что уважаемые собственники, ваша управляющая компания не получила лицензию. У вас есть 15 дней на то, чтобы принять решение и выбрать другую управляющую компанию. Конечно, срок маленький. Мы сейчас, кстати, одно из предложений увеличить этот срок до 30 дней. Но если через 15 дней мы не провели собрание, не приняли решение никакого, то тогда город проводит конкурс и назначает нам управляющую компанию. То есть, если мы сами не приняли такого решения, за нас принимает решение город. Понятно. И хотелось бы еще уточнить роль общественности вообще в этом процессе лицензирования. Потому что есть комиссии, которые принимают экзамены, еще что-то. А вот сами люди как могут в этом участвовать? То есть, вот как раз 4 июня я как раз презентую, может быть, то, что у нас состоится заседание общественной палаты Самарской области. Как раз мы будем рассматривать вот этот вопрос. О роли общественности в процессе лицензирования управляющей компанией. Значит, главный посыл по деятельности общественных организаций, активных собственников, это то, чтобы научиться работать с управляющей компанией. Что такое лицензирование? Лицензирование – это выполнение условий договора. Договор, главное, лежит в основе всего этого процесса лицензирования. То есть, сейчас будет контролироваться соблюдение требований договора, которые мы подписали с управляющей компанией. Поэтому первую задачу, которую мы ставим, это то, что сейчас решить вопрос с управляющими компаниями о том, чтобы вот тот договор, который мы подготовили в свое время, в прошлом году, Самарская губернская дума, ГЖИ и общественная палата, модельный договор, так называемый, где все прописано, пользу жителей, причем, с точки зрения закона. Вот этот закон все-таки дать управляющим компаниям сказать, давайте, ребята, вот сначала возьмем этот договор и начнем по нему работать. Вот когда мы научим наших активных собственников работать в этом плане, контролировать. Что значит контролировать управляющую компанию? Как можно контролировать? А нужно просто знать, что она должна делать. Мы же порой даже не знаем. Вот вода идет, холодная вода. Ну а сколько она, какая должна быть температура воды? Как ее замерять? Как нужно составлять акт? Куда этот акт представлять? Какое заявление надо написать? Мы просто порой этого не знаем. И вот задача-то, в принципе, всей этой роли общественности сводится к тому, чтобы обучаться, обучаться и еще раз обобщаться. И уже на основании этих данных, которые мы получим, и собственники получат, можно будет реально контролировать деятельность управляющей компании. Потому что иначе они нас просто могут обмануть, если мы не знаем правильно. Они вам скажут, вот так и так. И мы согласимся с этим. Поэтому вот, в принципе, и все, что будем говорить вот на этом пленарном заседании, все рекомендации, которые мы будем давать, а мы там будем предлагать и правительству принять соответствующие документы, необходимые для этого процесса, и Самарской губернской думе, и общественной палате, и муниципалитетам. То есть мы по всем этим структурам пройдемся, и каждой структуре мы какие-то предложения дадим. Другое дело, будут они их выполнять или нет, но надеюсь, что будут. А предложения вот от самих горожан звучат или нет? Звучат, и вот, кстати... И как они могут до вас их донести, и вот вообще как этот механизм, и потом чтобы они реализовывались? Ну вот в процессе лицензирования, когда шел вот этот процесс принятия решений по выдаче лицензий, было много обращений, жители писали, вот мы не согласны, там, с такой-то управляющей компанией, она плохо работает, здесь, наоборот, хорошо работает. И плюс мы учитывали еще одно мнение, это был опрос, каждый муниципалитет проводил опрос. Это было поручение губернатора Самарской области, когда он сказал, провести опрос деятельности управляющих компаний, и как люди воспринимают эти управляющие компании, довольны ли они их работой. И вот эти анкеты, заполненные от каждого города по каждой управляющей компании, мы тоже приобщали, мы тоже их использовали вот при ходе выдачи лицензии. Другое дело, это не обязательно, но, по крайней мере, определенная какая-то обстановка была понятна. И сейчас вот один из моментов, который будет принят на этом пленарном заседании, это как раз рейтинг общественных управляющих, общественный рейтинг управляющих компаний. То есть вот люди говорят, а какая из них лучше? Да, да, да. Казалось бы, уже говорили, что есть эти списки по рейтингу. Мне кажется, есть уже, да, были они. Мы делали, наша комиссия проводила такие рейтинги, делала эти рейтинги, но сейчас это будет в масштабах области, мы совместно с ГЖИ, то есть со всеми структурами это будем уже делать. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Ольга Александровна интересуется. Адрес Московское шоссе 127. Сейчас лето, жарко, а змеевик в ванной очень горячий. Греет так, что в ванную зайти невозможно. Так уж ли необходимо настолько горячая вода летом? Вот вопрос, да, регуляции температуры воды. Ну, он горячий. Кому-то не нравится, кому-то нравится, что змеевик горячий, и говорят, хорошо, почему нету его. Значит, температура воды. А на оплате температура не отражается никак? Мы не платим больше, когда горячее. Почему оплачивается? Это тепловая энергия, это гикокалории, которые заходят в наш дом. Что тепла не нужно, а мы платим, а оно не нужно. Да, одна гикокалория стоит там 1400-1800 рублей, поэтому чем больше будет этих гикокалорий, тем больше мы будем платить. То есть она может пожаловаться, что нарушаются какие-то... Она может пожаловаться, да, что вот жарко в квартире, почему нет? Вот из-за этого змеевика, да. Исправить ситуацию. Ну, таких жалоб, честно говоря, я единицы встречаю, обычно все говорят, что холодно. Нет. А вот здесь вот такого нет. Ну, нет. Ну, бывает такое. Бывает, да. Я тоже вот лично обжигаюсь об змеевик, руки обжигаю. Буквально беру полотенце или что-то и обжигаю руку. Вот это тоже, мне кажется, ненормально. Нет, это тоже ненормально. Для того, чтобы все это было, значит, должны ставиться регуляторы в подвалах, где теплоузлы на горячую воду, да, должны ставиться регуляторы, терморегуляторы. То есть они должны выдерживать температуру, допустим, 60-70 градусов. Все, больше она не должна быть. Потому что она действительно не нужна горячая вода под 90 градусов. Зачем? Ну, это обжечься можно, действительно. Иван, где узнать, какая управляющая компания сейчас обслуживает поселок Зубчининовка вместо управляющей компании ВАСКО? Вот действительно люди теряются. Вот не дали лицензию, что дальше? Значит, сейчас ВАСКО не получила лицензию, да, действительно, но она продолжает обслуживать эти дома, все дома, которые раньше обслуживала, до тех пор, пока не будут определены результаты конкурса. Или собственники не выберут управляющую компанию. Но время выбора уже прошло, сейчас должен быть проведен конкурс администрации города и назначена управляющая компания. Но до тех пор, пока она не будет назначена, пока не будут заключены новые договоры с собственниками, старая управляющая компания обязана продолжать обслуживать дом. Ни один дом не должен остаться без обслуживания. Это уже на стоимости управляющей компании ВАСКО, как они сейчас будут обслуживать. Но платить деньги за обслуживание и текущий ремонт люди должны той же управляющей компанией ВАСКО, которая работает сейчас. Что мы должны знать про продолжение процесса лицензирования? Как долго он будет продолжаться и чем завершаться, чтобы нам определиться, что это будет? Значит, этот процесс, он непрерывный будет и постоянный. Почему? Вот наша комиссия назначена распоряжением губернатора на три года. То есть три года мы будем заниматься тем, что будем принимать экзамены у руководителей управляющей компании, потому что будут новые появляться управляющие компании. Кто-то отказался, не пошел на лицензирование. Появилось очень много новых управляющих компаний, которые не имеют домов, но директор прошел обучение, сдал экзамен, получил аттестат, подал документы, и управляющая компания получила лицензию. Сейчас она будет забирать дома и начнет работать. И дальше этот процесс пойдет. Вот сейчас я говорил, что председатели ТСЖ и ЖСК, я думаю, в будущем будут сдавать экзамены также. То есть будем принимать и у них экзамены. Поэтому этот процесс будет постоянно теперь. Понятно. Еще по оплате вопросы идет кампания по установке счетчиков. И скажите, вот насколько невыгодно будет все-таки не иметь этих счетчиков, потому что не все устанавливают еще. Не все к этому подошли. 10 июня в Министерстве энергетики ЖХ будет проводиться совещание, где будут обсуждаться вопросы повышения тарифов с 1 июля. И один из вопросов – это нормативы. То есть сейчас будут пересматриваться нормативы. До тех пор, пока не будут нормативы… Нормативы, не знаю, посмотрим, будем смотреть, потому что не всегда это повышение будет способствовать тому, что собираемость денег будет. Вот о чем речь. Мы будем смотреть. До тех пор, пока не примут новые повышенные нормативы для тех, у кого нет приборов учета, потому что было 354-е постановление, и оно говорило, что каждые 6 месяцев там повышение на 10% норматива. У нас пока такие нормативы не приняты, поэтому тех, у кого нет приборов учета, у них нормативы не повышаются. Вот если будет сейчас рассмотрение этого вопроса, и будет принято решение, что да, повышение на 10% будет, вот тогда новые нормативы, если будут приняты, только тогда те, кто не имеет приборов учета, будут платить больше, потому что им начислять будет больше. Пока такого решения нет. Следующий вопрос, Татьяна Денисовна. Волгина, 102. Весь дом платят за капитальный ремонт, а ремонтируют только один подъезд. Почему? Подъезд не ремонтируют по системе капитального ремонта. Подъезд вам ремонтирует управляющая компания на те деньги, которые вы платите по статье «Текущий ремонт». Капитальный ремонт не предусматривает ремонт в подъездах. Это крыша, это подвал, это фасад, это приборы учета, это внутренние все коммуникации, лифты, если есть, и все. Вот это капитальный ремонт, а это текущий ремонт. Да, ну, хотелось тогда в общем узнать ситуацию, потому что, ну, стартовала вот эта компания по капитальному ремонту, ну, честно скажем, проблемно, да, была низкая собираемость. Она везде проблемная, да. Вот сегодня как складывается ситуация? Вообще сколько запланировано отремонтировать домов и собираемость на каком уровне сегодня? Повышается она или нет? Запланировано также отремонтировать порядка 900 домов. Значит, они сейчас, торги прошли, многие дома уже получили сметы. Кто-то еще не получил, но в ближайшее время получит, потому что принцип такой. Дом идет на капитальный ремонт. Собственники должны принять решение. Да, мы согласны, с этим видом работ мы согласны. После этого они получают смету. Смету смотрят, ага, капитальный ремонт крыши. Такая-то сумма выделяется. То-то, то-то, то-то будет делаться. Они должны, в общем, собрание утвердить это. Вот когда они утвердят смету, только тогда фонд капитального ремонта имеет право выставить на торги вот этот вид работ. У нас проблема, почему в прошлом году-то возникла, что многие вот пассивно просто начали вести себя, не провели такие собрания, не согласовали. И фонд говорит, ну мы готовы, мы можем вывести на торги, а нету решения собрания. Без этого мы не можем. Поэтому вот решение собрания, торги, и после этого заходят на дом и уже делают. Уже многие дома находятся в стадии проведения ремонта. Еще проводятся ремонты по тем домам, которые с прошлого года перешли на этот год. То есть я думаю, что все будет нормально. Есть, конечно, проблемы. Мы сейчас то же самое будем контролировать. Вот общественный совет при фонде капитального ремонта, он постоянно мониторит вот эту ситуацию, как идут ремонты. Потому что одно дело чиновники докладывают, что все хорошо, все прекрасно. Другое дело, наши общественники уходят на дома, они не общаются там с руководителями, они разговаривают с жителями. Как вы, довольны? Нет. Потому что я вот сам ходил на эти дома, спрашивал, потому что звонят люди, говорят, у нас вот проблема. Бригада есть, а работы нету. Сидят, ждут. Материалов нету. Звоню в фонд, почему нету? Давайте решать. То есть как-то решали, решают, все, пошел процесс. И так далее. То есть это, ну, обычная проблема. Следующий вопрос от Натальи. А по собираемости, если по собираемости, да. Да, 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 если по собираемости, да. Если в процентном отношении может быть. Потому что многие считают, что собираемости нет, люди не платят. И вот сколько я встречаю... Есть такие, которые категорично отказываются. Да никто не платит вообще. Нет, я скажу, было 50%, 60% в марте. А на май планировалось 73%. Ну, достаточно высокое. То есть это уже процесс пошел. Почему? Потому что, я понимаю прекрасно, ну, никому не хочется расставаться с этими деньгами. Тем более, многие просто не верят в этот процесс. Но надо понять, что он идет, и никуда ты от этого не денешься. Самое главное, самое главное, чтобы люди поняли, что это долг не за жителем, не за Часовских, там, не за Дмитриевой, не за кем. Это долг за квартирой. Это за квартирой. И он переходит в любом случае. Он переходит, да. Собственник меняется, а долг остается за квартирой. Вот о чем речь. Да. Наталья интересует. Управляющая компания «Ремжил-Универсал» не получила лицензию, но продолжает нас обслуживать. Мы должны им платить или нет? Да, Наталья, вы должны платить до тех пор, пока с вами не заключит договор новая управляющая компания. Понятно. Вот до тех пор, пока нет этого договора, вы должны платить этой «Ремжил-Универсал». Потому что обслуживание все-таки продолжается. Она же обслуживает, да, конечно, она же выполняет работы, да. Я скажу, сейчас вот еще один момент новый хороший появился, вот в ходе лицензирования. Вот я говорил о лицензии, и приложение к этой лицензии – это реестр домов. Да. Раньше как получалось, управляющая компания приходит на дом, говорит, выберите нас, мы хорошие, мы будем. Ну, люди где-то выбирают, где-то нет. Они просто пишут протокол и говорят, вот протокол, значит, все, вы нас избрали, мы вас берем. На следующий день другая управляющая компания приходит, такой же протокол приносит, что нас выбрали. И получается, две квитанции идут. Ой, какой ужас. Двое, две, три квитанции приходили. Да, и люди не знают, а кому платить. Сейчас вот все эти протоколы по изменению способа управления, по изменению управляющей компании, все должны регистрироваться в ГЖИ. То есть, вы провели собрание, в ГЖИ протокол управляющая компания должна представить. Там проверят, а было ли собрание или нет. Потому что, как обычно, кто-то левой рукой пишет все порой, и все, и нормальный протокол вроде бы. А реально никто ничего не знает. И люди не знают. Поэтому вот это вот, это то, это очень серьезное. Это серьезное. Я думаю, жители должны об этом знать. Валерий Иванович, где будут брать специалистов в новые управляющие компании, которые придут на смену тем, которые не получили лицензию? Ну, на самом деле. Ну, скорее всего, те же, те же, да, те же, как правило. А смысл такой, если плохие специалисты, плохое обслуживание? Ну, они тоже уйдут ведь. Вы понимаете, если плохая управляющая компания, сейчас жалоба одна придет, вторая жалоба, третья, пятая, и отберут просто лицензию. Вы поймите, еще хуже, когда отберут лицензию. Почему? Отобрали лицензию управляющей компании. Она попадает в реестр управляющей компании, лишенных лицензий. Руководитель со своим аттестатом, все, он тоже попадает в черный список, и он больше не имеет три года заниматься вообще на этом рынке. То есть бизнес закончился. Поэтому вот здесь будет процесс достаточно сложный, я думаю, более болезненный, чем то, что вот сейчас они не получили лицензию. А вот когда ее отберут, это еще хуже будет. Понятно. Ольга, открывая горячую воду, течет холодная, и сливать нужно мне 30 минут, а у меня стоят счетчики. Почему же так Московское шоссе 151? Это не только Московское шоссе, здесь достаточно много еще районов, отсутствие циркуляции. В прошлом году я приглашал и ВТГК, и приглашал ГЖИ, ПТС приглашал, те, кто подает вот эту горячую воду, да. И мы договорились, потому что в ряде районов есть налажена циркуляция, а в ряде районов еще нет ее. Это от района зависит тогда? Да, это от района, от микрорайона, где какая кольцевая завязка идет, то есть это чисто технический вопрос. А ВТГК и ПТС вот в свое время, они занимались этим, сейчас тоже самое занимается, продолжает, может быть, какие-то районы еще есть, где нету этой циркуляции. Но в основном, основная масса, в принципе, уже отрегулирована. Поэтому, ну, пока что я могу сказать, придется сливать. Вот если, да, а если вот поторопить, подтолкнуть, вот кому обратиться, чтобы обратить внимание именно вот на этот адрес? Значит, вот смотрите, вот если мы сейчас будем говорить, наверное, о тарифах, да, вот смотрите, тарифы мы, в принципе, повлиять на тарифы, наверное, не сможем. Мы, как жители, не сможем, потому что есть министерство, которое регулирует тарифы, да, есть определенные документы, да. Задача жителей состоит в том, чтобы вот эти тарифы, не тарифы сами изменить, а сумму платежа уменьшить. Эффективно, да, вот к этому. Да, качество. Вот есть тариф, а есть качество. Вот вода холодная идет. Это некачественно. Это некачественно, да. Значит, нужно что? Составлять акт о том, что вода с такого вот по такой период шла, такой температуры. Понятно, что это может быть накладно, это где-то не совсем удобно, но, тем не менее, если такие акты будут составляться, а сейчас, в соответствии с 354-м постановлением, значит, такие акты могут составлять председатель совета дома и два собственника. То же самое касается нулевых квартир, кстати. Вот раньше мы говорили об этой проблеме, да, нулевые квартиры. Надо было в милицию, в полицию, вернее, в миграционную службу представить. Не надо сейчас. Председатель совета дома и два собственника составляют акт. И на основании этого акта должны делать перерасчет за некачественно предоставленную коммунальную услугу. Я скажу больше, сейчас рассматривается вопрос о том, что если будет производиться перерасчет, вот, допустим, я написал заявление, у меня были холодные батареи, температура не соответствовала, да, мне сделали перерасчет по теплу. То теперь, сейчас вот рассматривается вопрос о том, что кроме этого перерасчета, мне эта ресурсоснабжающая организация должна заплатить штраф. Потому что я не получил качественную услугу. Вот это вот, я думаю, в ближайшее время будет принято поправки в закон. И тогда уже можно будет ими пользоваться. И можно будет этих ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, как раз требовать от них вот этого нормального представления. Галина Васильевна, у нас стоят счетчики, каждый месяц в холодной воде прибавляют по три куба. Почему? Сейчас из крана горячей воды опять же течет холодная, Чернореченская 61, и за что в результате мы платим? То есть даже вот счетчики не решают проблему. Это общедомовые нужды, ОДН так называемые. Смысл в чем? Вот в дом зашло столько-то кубов воды. Когда посчитали, у кого счетчики, одна сумма, у кого нет счетчиков, другая сумма, сложили их, получилось меньше, чем вошло в дом. И вот эта разница, это и есть общедомовые нужды. Но не в полном объеме. Общедомовые нужды плюс потери. Мы должны платить только за общедомовые нужды. Вот сейчас управляющие компании наши, вот с прошлого года, ЖКС и прочие все управляющие компании, они пошли по какому пути? Они сказали, уважаемые собственники, давайте заключайте прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и все будет хорошо. Но они лукавили, они не сказали, что если мы заключим прямой договор с ресурсоснабжающей организацией, то вот эту всю разницу будем платить мы. Если договор заключен у управляющей компании, то мы как собственники можем платить ОДН не больше 0,03 куба на квадратный метр. А квадратный метр – это площадь наших подъездов. Вот представьте, площадь подъездов 200 метров. 0,03 на 200 – 6 кубов на весь дом. Это копейки. А сейчас по 4 куба, там по 2 куба каждый выставляет. То есть это потери, которые протекают где-то в подвале. Не сделали они, и наплевать. Потому что все равно мы будем платить. Поэтому сейчас принимается решение о том, что ОДН вообще отменит. Нет, это к осени, я думаю, или к началу следующего года. ОДН вообще не будет. Он будет в содержании. Вот этот норматив маленький будет включен туда. Все остальное, эта проблема будет у управляющей компании. Понятно. У нас остается буквально немножко времени. Есть какие-то льготы по установке счетчиков? Или какая-то муниципальная программа, которая поможет? Муниципальная программа есть. Звонят люди по телефону домашнему, говорят, мы, там какая-то программа. Но так как сейчас время недоверия, и не знаешь, не знают о мошеннике, не знают действительно. Ну да, да, да. Как будто... В любом случае есть городская программа по установке приборов учета. Она сейчас, я не могу точно сказать, как, что, но смысл в чем? Что вы ставите прибор учет, потом вам компенсируют эти расходы. Но опять же, там определенные категории граждан, не всем, там ветераны, участники, инвалиды, вот это вот. Это надо узнать в департамент ЖКХ, лучше всего это коммунистическая 17, 17А, вот туда подойти, и там все это разъяснят. Или на сайте их, в департамент ЖКХ, там есть вот этот вот раздел, можно все это посмотреть. Кстати, по приборам учета, чтобы пока есть возможность, да, значит, рассматривается вопрос о том, чтобы продлить срок поверки, межповерочный срок до 10 лет, и холодной, и горячей воды. Да, конечно. Это тоже интересно, я думаю, в интересах будет жителей. И то, что, кстати, не с момента изготовления этого прибора считать, а с момента установки его. И эксплуатации, наверное. Ну это правильно тоже. Да. То есть много сейчас новшеств будет, поэтому ждем, к осени, я думаю, что-то будет интересное. Да, ну ждем тогда и вас с новой информацией. Спасибо огромное за то, что пришли, ответили на вопросы зрителей. Я прощаюсь и с вами. Спасибо за внимание и активность. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok